Как я это сделаю? Да тут работы до вечера! Ну вот и как раз. Ты же хотел потом домой поехать? Ах, ты ж ёбаная шантажистка! Здарова, братан, и вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и мы продолжаем проходить видение, погнали! Мы закончили с экскурсией, и настало время линейки. На которой Оля представила меня отряду. А чё так медленно самое переключается? А я в свою очередь увидел всех остальных. Алиса, Ульяна, мой тёска Саня и Макс. Как мне рассказала Оля, Алиса и Ульяна дуэт дьявола, который всегда косячит. Это и не удивительно. В любом отряде или классе есть парочка задер или лидеров. В большинстве случаев и теми, и теми являются одни и те же люди. Но в этом отряде лидера нет. Они будто каждый сам за себя. Разбились по парам и не общаются с другими. Сюки! А вот только если все по парам, то с кем же дружат Славя? А хуй её знает. Меня интересовало это только в воспитательных целях. Да-да-да-да-да-да. Ведь я вожатый. Да и пока что для меня они не более, чем обычные дети. К которым я отношусь нейтрально. Линейка закончилась и мы с Ольгой пошли в домик. Ну, как тебе работа, ребята? Так спросила. Будто я их есть буду. Ха-ха-ха. Это тебе от голода так кажется. Кстати, сейчас пойдём на завтрак. Точняк. Ну так что? Да хорошие ребята. Пока я их не знаю, значит хорошие. Ехидно сказал я. Довольно ответом. Ага. С улыбкой ответила Ольга. Ты не доверяешь кому-то? Домик на замке держишь всегда. Дурачок. Это домик вожатых. Он всегда должен быть закрытым. У нас там все документы. Логично. Уберила. Оля повесила панаму на спинку стула, а сама улеглась на кровать. Эх, только начало дня. Моя уже устала. Может ты всю работу за меня выполнишь? Ага. Сейчас. Сказал я, прыгая на свою кровать. Би-би-би. Ольга Дмитриевна, я вообще-то ещё стажёр. Так что... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Александр Сергеевич, да что вы говорите? Почти Пушкин. После небольшой паузы мы засмеялись в один голос. Ха-ха-ха. А ты мне нравишься. Тебя я съем последним. Хороший парень. С тобой будет весело. Я попытался сделать голос, как у Карлсона. Ага, со мной не соскучишься. Ха-ха-ха. Прекрати меня смешить. Ха-ха-ха. А почему мы в столовой это не пошли? Ой, точно. Оля встала и начала что-то искать у себя в сумке. Вот. Она протянула мне значок. Значок вожатого? Ну, ты же вожатый? Ну, пока что вообще-то нет. Надевай, надевай и давай. И пойдем в столовую. Ладно. Я нацепил значок. Ладно, я пойду. Догонишь. Ага. Ника написала что ли? Ты уже в лагере? Ага. А почему меня не разбудил? Ну, начинается. Ты хоть позавтракал? Нет. Тут сейчас как раз будет завтрак. Она такая милая, когда переживает. Даже у вас эмаса-то чувствуется. Приятного аппетита. Я тоже пойду кушать. Спасибо. Взаимно. Я отправился в столовую. Вожатые едят после всех отрядов. И я пришел как раз вовремя. Большинство уже выходило из столовой. И около крыльца было очень людно. Пройти было просто нереально. Поэтому я остановился подождать, пока народ разойдется. Аккуратнее. В меня врезалась девочка. Будь внимательнее. Ой, простите, пожалуйста. Да ничего. Тут я решил немного порофлить. Вот так, значит, у вас нового вожатого встречают. В первый же день пытаются сбить с ног. Александр Сергеевич, я же случайно. Ой, да конечно. Все ясно с тобой. Да вы же шутите. Вас заметили. Молодец, Шариш. На то. А ничего, мне кажется, что вожатый из вас плохой. Но это еще почему. Вы слишком добрый. Сильное заявление. Раз так. То. Я ведь могу и задание дать. В первый же день. Видишь, значок. Я уже имею право. Все, все, я ухожу. Все равно не верю. Крикнула она и убежала. Но я тебя запомнил. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Неужели я и правда подойду для такой работы? Уже прямой спортивный интерес. Стать хорошим вожатым. Да и для дневника практики содержание дополню. И вроде как характеристика должна быть. Надо у Оли попросить. Спросить. На Эт. Но это на мое имя только. Для Ники она будет бесполезна. Хотя у меня есть один знакомый, который может бумажки подделать. Будет выглядеть неотличимо от оригинала. Это, блин, фальшиво-бумажники. У крыльца мимо меня прошла группа ребят. Приятного аппетита, Александр Сергеевич. Спасибо. Кто это, блядь, вообще был? По голосу похоже на Славю. Значит, я был неправ, когда думал, что она не общается ни с кем. Мда. До скилла Оли читать людей мне еще далеко. В столовой остались только вожатые. Человек десять. В углу я увидел Олю. На ее столе было два подноса. Обслуживание. Она заметила меня и помахала рукой. Садись. Приятного аппетита. Спасибо большое. Взаимно. Я сел за стол и начал есть. Ну, как тебе в лагере? Смотря в каком смысле. Ты меня понял. Да, хорошо, хорошо. Сейчас Ульянку встретил. Врезалась в меня. Она это может. Откуда ты знаешь? Ну, ведь этот отряд у меня уже не первый год. Они ко мне уже три года приезжают. Славя, Алиса, Ульяна и Елена. А остальные? Остальные только два. Понятно. Кстати, я хотел спросить. А по окончанию работы будет выдана характеристика? Ааа, это на твое усмотрение. Кстати, а где ты учишься-то? Блядь! В педагогическом? Ммм, и как? Не сложно? Нет, тоже интересно. Ну, это хорошо. Я училась, например, на повара. Потом забросила. А почему? Надоело. Я чувствовала, что это не то, чем я хочу заниматься по жизни. Зачем тогда поступила? Не знаю. На тот момент мне было без разницы. Эх, молодость. Да, Саша. Ладно, я паял. Что делать дальше? Подожди меня в домике. У меня есть работа для тебя. Понял, принял, осознал. Я отнес еду... Отнес посуду и вышел на улицу. Найс. Ого, господи, сколько... Почему так медленно все меняется? Внутри духота, наверное. Я подожду тут. Я лег на шезлонг. Хорошо же здесь. Воздух свежий. Жалко, Ники тут нет. А она так хотела. Обидно. Интересно, чем она сейчас занимается? Бля, его опять накрыло. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ки, ой-ой-ой. Саша! Блядь! Видел бы ты себя. Ты чего тут пугаешь-то? А у меня чуть сердце не остановилось. Высыпаться надо было. Пойдем внутрь. Могись. В общем, смотри. Так как сегодня первый день, новые смены и так далее, нам нужно заполнить кучу бумаг. Расписание обеда в инвентаре и тому подобное. И ты решила все это списать на меня? Уж прости. Зашибись. Именно. Вот. Она достала из тумбочки огромную стопку листов. Ольга не меняется. Мои глаза полезли на лоб. Ты... Ты шутишь? Хотелось бы так сказать, но нет. Как я это сделаю? Да тут работы до вечера. Ну вот и как раз. Ты же хотел потом домой поехать? Ах, ты ж ебаная шантажистка. Так что дерзай. А потом поедешь и выспишься там хорошенько. Ну ты, блядь, даешь. Я вроде как вожатом устроился, а не писателем. Хе-хе-хе-хе-хе. Простим. Да толку-то. Все, я убежала. Сука. За моей спиной захлопнулась дверь. И я остался наедине с кучей работы. Но выбора у меня как бы и нет. Я сел за стол и начал. Первый лист. Расписание обедов на смену. Можно расписаться за каждый завтрак, обед, ужин. Так я просидел до самого вечера. Лишь изредка мне писала Ника, разбавляя тем самым мое заключение. А чем она там занимается, интересно. Ужин Оля принесла в домик. Так же, как и обед. Иной раз рука настолько уставала, что я вспоминал школьные годы. Когда не успеваешь записывать все, что говорят, а потом просто бросаешь это дело. И сидишь до конца урока, отдыхаешь. Еще пару раз за день в домик приходила Славя. Она искала Ольгу. И каждый раз я отвечал ей, что Оли нет. И скорее всего не будет в домике. Хотя, с другой стороны, будь я на ее месте, я бы тоже заставил стажера делать всю письменную работу. Так что, жаловаться я был не вправе. Но благо день подошел к концу, как и эта писанина. Четвертое на шестое восемнадцатое. Вечер, короче. Ну, вроде все спят. Точнее, все у себя в домиках. Это пока что. Сейчас ты ляжешь, а не устроя тусу у кого-нибудь. Я им, блядь, дам. Ты? Да ты же пенсия. Че ты там сможешь? Перестань. С улыбкой ответила Оля. Хм, хоть я и устал. Пристально смотря на Ольгу, я говорил. Но у меня есть еще силы тебя подкалывать. Ну, прости, прости. Больше такого не будет. Даю слово. Ну, смотри мне. Так, ладно. Тогда я поехал? Да, последний автобус у нас в половину первого. Так что ты успеваешь еще? Не постарайся выспаться. Да, хорошо, хорошо. Переодеваясь, ответил я. Уже можно повернуться? Я вообще не знаю, зачем ты отвернулась. Я не просил. А ты этикет, дурак. Можно. Ну все, спокойной ночи. Я погнал. Ага. И тебе. Завтра к восьми приезжай. Так точно. И будь осторожен. Ага. Я сделал глубокий вдох. Вдох бессвободен. Чего? Да ничего. Улыбаясь, крикнул я. Ладно, домой. 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 Автобус. Амда. Еще и автобус ждать. Первый день вожатым. Я сел на бордюр. Как же я, блять, устал. Рука отваливается. Ха-ха. Странно прозвучало. Шикарно. И ждать не пришлось почти. Думал весело. Интересно будет. Ага. Заполнять документы, блять, весьма сука весело. Третий отряд. Пять девочек и два парня. Бедные пацаны. Прям в раю. Ну, вот я и дома. Почти. Надеюсь, сегодня не единственный день, когда меня отпустили. Оля. Только попробуй завтра загрузить меня. Черт. Стоит задуматься о покупке машины. Ника спит уже, что ли? Я дома. Негромко сказал я. А? Ну, наконец-то. Чего так долго? Ну, извини, скажи спасибо, что я вообще приехал. Она обняла меня. Садись за стол. Я разогрею ужин. Да, я поел. Спасибо. Ну, тогда рассказывай. Сказала Ника и уселась на стул. Подожди. Почему ты всегда в этой форме? У тебя одежды нет другой, что ли? Она мне просто очень нравится. А теперь давай по теме. Ну, да. Она же очень хотела сама проходить практику. Не мудрено, что ей сейчас... Ох, хочется узнать про это побольше. Я хотела сразу записывать в... Записывать в... Блядь. Вдневник. Но... Ну что? Хочу просто послушать. Ладно. Я рассказал Нике про свой первый день. Про то, как познакомился с Ольгой. Со Славей Ульяной. Про наш отряд. Про то, чем я занимался весь день. Все это время она слушала меня, не отрываясь. По ней было видно, что она будто сама погрузилась в мои воспоминания. И ей это нравилось. Я старался описать все максимально подробно. От интерьера помещений до поведения людей. И вот мой рассказ подошел к концу. Мы посидели еще минут двадцать и пошли спать. Ну что, завтра во сколько встаешь? Там нужно быть к восьме. Половину седьмого. Хорошо. Меня не буди тогда. Слишком рано. Ого. Я напишу тебе, как проснусь. Хорошо. Саш? Да? Я рада, что тебе понравилось. Правда. Я понимаю, что ты хотела бы оказаться на моем месте. Ладно. Спокойной ночи. Я люблю тебя. И я тебя. Сладких снов. А правда ли мне понравилось? Пятое, ноль шестое, восемнадцатое. Семь сорок пять. Ну, вроде успел. Вроде выспался, а вот только рука побаливает. Ника отлежала мне ее. Боже, бедняга, как страдает. Мда. Я не торопясь шел по площади. Воздух был влажным от утренней росы. Предстоял тяжелый день. Хоть я этого и не понимал. Еще на площади пара пионеров поздоровалась со мной. Это придало чувство собственной важности, что ли. Ведь вроде недавно еще был, как они. Хотя не так уж я и повзрослел. Физически. Как морально. Ну, вот я и на месте. Да-да. Это я. Отворяй врата. Открыто. Выглядишь бодро. Выспался. Но у меня-то сон крепкий. Не то, что у вас пионеров. Пенсионеров. Да ну тебя. Я жду снаружи. Сказала она и вышла. Пора завязывать с этой шуткой. Я быстро переоделся и вышел на улицу. Ну что, какой план на сегодня? А какой план на сегодня у них мы узнаем уже в следующий раз. Ну а сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok